Это Москвы и контроль ОСОБОЕ МНЕНИЕ Есть надежда на то, что дело Надежды Савченко будет рассмотрено как-то по-человечески Вот ты понимаешь, у тебя кофе в чашке, у меня-то чай У меня и кофе Да, ну вот ты гадай на кофейной гуще Обрати внимание, есть уголовное дело Представь себе, что есть абстрактная страна, в которой есть уголовное дело по делу Н Значит, обсуждается, что шансы на такой приговор, другой приговор, виновен, не виновен, мнение сторон, позиции сторон, сила позиции этих сторон Мы поднимаем, посклюняем пальчик, поднимем его и... То есть о законе речь не идет Про закон мы с тобой твердо понимаем Что тех, кто похищали Савченко, Савченко надо отпускать немедленно А тех, кто ее похищали и год мучают, надо сажать по периметру всех Это, в общем, понятная вещь Понятно, что в рамках закона, любого, в том числе нашего, разумеется, закона и права, она абсолютно невиновна Ну, так мы последние много, в общем-то, лет живем исключительно сигналами Мы постоянно ловим сигналы, постоянно их интерпретируем Мы считаем, интерпретируем Это, знаешь, вся советология, когда было закрытое, закупоренное общество, вот черный ящик, да, Советский Союз То советологи сравнивали расположение этих старцев на Мавзолее Вот 1 мая они вот так взошли в таком порядке А тут, смотри, 7 ноября этот передвинулся сюда, этот туда И они гадали о перестановках в Политбюро и ась там влияние того или другого Ну, блин, 21 век, и главное, что мы же не в ЦРУ с тобой сидим, мы же российские граждане И мы о судьбе, о будущем собственной страны гадаем на кофейной гуще Совершенно без всяких перспектив угадать То есть то, что действительно пальцем в небо Вот и все И вот это катастрофа Ну, это такая масштабная катастрофа, давняя Что касается конкретно дела Савченко, то важно, мне кажется, что не допустили суда присяжных Ясно, что рисковать нельзя Ясно, что присяжные могут оказаться приличными людьми Ясно, что судья должен быть здесь, так сказать, надежный С вытоптанной совестью и желательно защемленными яйцами, чтобы все было надежно С присяжными там свои нюансы С присяжными свои нюансы, но с присяжными есть нюансы А с судьей Даниленкиным нет Отпустить сейчас Савченко, признав ее невиновной Означает немедленно То есть тут нет середины Маятник немедленно улетит, разумеется, в друг А, вот это другое дело Это значит, что мы взяли бандит Взяли заложника и меняет Отлично Ну, и еще есть два россиянина, давайте не забывать Военных Если бы только Россия воевала за этих военных Так же, как Украина воюет за Савченко Украина сделала ее дипломатической фигурой международного Дала ей международный статус И прикладывает усилия, чтобы вытащить А мы первым делом сказали, что я не я и лошадь не моя Да, может быть, обменяют Может быть, обменяют Еще одно из самых важных событий этих суток Вета, которое наложила Россия Резолюцию по трибуналу международному Совбессон, следили все внимательно Одни Мы проголосовали против Вот это и есть Собственно говоря, это и есть событие Потому что то, что мы проголосуем против Это была хроника объявленной смерти Это было известно Мы анонсировали эту мерзость и этот идиотизм А вот то, что мы оказались совсем одни То есть никто не захотел разделить с нами эту честь Даже Венесуэла Это вот уже симптоматика очередная Мы в полной и абсолютной изоляции И даже наши немногочисленные и не самые приятные На вид и запах партнеры Уже тоже сторонятся такой чести Как минимум воздерживаются К санкциям Давича присоединилась, знаешь, кто? Черногория Это к вопросу о нашем статусе в мире Черногория! Уж точно, братушки и только хорошие от нас видели И мы их освобождали, а не оккупировали И это, конечно, сильно напоминает 83-84 год И Чуркин к этой рифме прибавляет обаяние Потому что он был секретарем нашему посольства в США И он был одним из первых, кто заявил Ты не помнишь, а я помню Что Советский Союз не причастен к гибели южнокорейского Боинга Одним из первых, кто это сказал, был Чуркин Рифма – великая вещь Иногда она занимает несколько десятилетий Ему не впервой врать в глаза Отбеляя преступное государство Эта рифма очень значимая Она гораздо значимее, чем нам бы хотелось Уже ли будут сделаны какие-то выводы, Виктор Анатольевич? Что в Советском Союзе в 83-м году В сентябре после гибели Южнокорейского лайнера были сделаны Какие-то выводы? Нет Это симптоматика углубления изоляции Которая влечет за собой обрушение Это будет не так, как Не буквально так, и не в такие сроки Разумеется, как в прошлый раз Но будет непременно И то, что происходит сегодня Это самоубийство государства Я об этом писал уже в Фейсбуке Это мы наблюдаем процесс суицида Он просто несколько длиннее Больше этот процесс занимает времени у государства, чем у человека Но мы в процессе, как я понимаю Выборы, попытки оппозиции Поучаствовать в региональных выборах Этот цитун у нас песней зовется Да, упорство Вот я не знаю, достойно ли оно лучшего применения или нет Но тем не менее Вот сегодня ЦИК получил жалобу Парнаса На отказ в регистрации на выборах в Новосибирск области Это упорство в правильном направлении Знаете, работа команды Навального и результаты этой работы Заставляют меня признать свою неправоту И изменить позицию по этому вопросу Потому что, ну, собственно говоря По вчерашнему эфиру Тут ясно, что есть общий знаменатель Что я и Навальный, и все нормальные люди Понимают, что никаких выборов не будет Что победить их все равно нельзя Что будет фальсификация Что будет админресурс, так сказать И все, что мы знаем, да Выламывание рук, суды И все, что сопровождает наш выборный процесс И несмотря на это И несмотря на это Вот меня впечатляют их результаты А какие результаты? Вот результаты Они заставляют власть Снимать штаны из голой грязной задницы И на виду у всех бегать Они заставляют это делать Мы ведь смотрим Обычно, когда мы анализируем прошедшее Мы смотрим уже из конца учебника Да, зная ответ Но никогда неизвестно Какая соломинка проломит спину этого верблюда Какое усилие окажется последним решающим Да, в какой момент прорвет Это никогда неизвестно И надо прилагать усилия Они прилагают эти усилия эффективно Они находят правильные точки Власть позорится снова В очередной раз Прилюдно, громко Директором заповедника Херсонес-Таврический Назначен священник Решение поддержано Министерством культуры Благословение Патриарха Есть Работники недовольны Группа ученых с мировым именем Недовольны, что им дали попа в начальнике Попа с образованием фельдшера Светским Вот что-то гады не хотят под попом Да, работать дальше Посмотрите на ютюбе, дорогие радиослушатели Это есть полчаса этой встречи Только в ледолом запаситесь Значит, стоит встреча с коллективом Губернатор стоит этот Как же его? Губернатор Миняйлов Сергей Миняйлов его зовут Губернатор Свостополя Да, губернатор, который привел Этот номенклатурный товарищ Привел этого попа Значит, губернаторы орут Губернатор орет А этот стоит, поп-толоконный лоб Молчит, пот утирает Ни слова вообще Фельдшер этот не говорит Будущий руководитель Херсонесского Одна там кричит Это хуже, чем было на Украине Одна кричит Вот видишь, есть такая Арабская пословица 14 век, кажется Когда Господь хочет наказать человека Он исполняет его желания Вот они хотели в Россию Только они ведь, когда хотели в Россию И здесь вот очень важную тему Выходим в одно касание с этой историей Они хотели в русскую цивилизацию Да, они хотели к Лихачеву Условно говоря Они хотели к Лихачеву, к Лотману К русской истории Да, они хотели туда А получили вот эту вот Путинскую задницу с лицом губернатора И попа Ну и что же, это так им и надо, что ли, теперь? Не то, чтобы так им и надо Жалко и ученых жалко И Херсонес жалко И историю жалко Но в каком-то смысле Да, так им и надо Думать надо Надо отличать родину от государства От администрации Надо отличать цивилизацию От администрации Если мы это не научимся делать А мы не учимся То будет хуже Потому что в Херсонесе всего лишь погибает музей Да А тут погибают люди Косяками, да Погибают Тысячами погибают Вымирает цивилизация От того, что ей правит администрация А мы все никак При слове «Россия» у нас затуманивается взор Слезы на глаза Прерывается дыхание Да И любой упырь, который залез на трон Немедленно становится Он говорит «Россия» И все немедленно говорят Рыдать у его ног и целовать руку Упыря Не имеющего никакого отношения к цивилизации Занимающегося тем, что он уничтожает эту цивилизацию Потому что сейчас Вот то, что мы видим Вот эти полчаса пленки Это идет уничтожение цивилизации силами государства Администрация При благословлении патриарха Который тоже госчиновник у нас давно При благословлении министра культуры Рушит, да И так на каждом И так везде И так все На каждом шагу В итоге люди Которые ассоциируют себя С цивилизацией Оказываются маргиналами Или просто уезжают Закрыт фонд Очередной Уже сына Зимина Да Закрыт Зимин младший Фонд поддержки СМИ Выдавили Да Закрыли Человек деньги Давал На то, чтобы жило здесь Что-то дышало Затоптали Закатали под асфальт Еще кто-то уедет Еще кто-то сопьется Еще кто-то Перейдет из журналистки В пиар Маргинализируется Тихонечко вот так Просаживается И проседает И на наших глазах Уже припутни Не тихонечко А очень сильно Проседает цивилизация И гибнет Ну и вроде как-то Все спокойно За этим наблюдают Спокойно за этим наблюдают Здесь вот я уже упоминал Про этого диплодока Знаешь почему Вымерли диплодоки Динозавры Я не биолог Но у меня есть своя Своя социологическая Такая версия Она не биологическая Она социологическая Дело в том, что у них Мозг был очень маленький И находился очень далеко Они были очень большие А мозг маленький И сигнал шел медленно И вот ты понимаешь Он уже истекает кровью У него уже Саблезубый тигр Отъел половину А сигнал до мозга Еще не дошел Он истекает кровью А голова Ест листики А листики еще Какие-нибудь наркосодержащие В голове еще хорошо Голова Еще полностью Абсолютно уверена Что она крупнейшее Животное на земле И что самый сильный А он в процессе Вымирания уже До мозга Не доходит сигнал В нашем случае Закупорка Тяжелейшая У Мальволио Из 12 стульев Были закупорены Вены на ногах Потому что он перетянул Очень сильно Этими самыми ленточками Ну дурак был Ради моды Но у нас закупорена Дорога к мозгу Очень сильно Вот то что делает Сегодня государство Вот в этом диапазоне От вета по Боингу Просто изоляции Странной международной Олени До полной Маргинализации Уничтожения науки Культуры Бизнеса Разумеется Да Государство Занимается суицидом Но поразительнее всего Именно поскольку Государство Закупорило эти вены Да И сделало Очень маленьким И слабым Сигнал до мозга То Население Еще получает Удовольствие От части Некоторая часть населения До которой доходит сигнал Только из первого Второго канала Как ты говорила А собственно Из нервов Не доходит Сигнал Они под этим Наркотическим воздействием Еще какое-то время Будут получать удовольствие Но недолгое время Исторически недолгое Я тут прочитал Все же давно Сформулировано До нас Какого-то Американского классика Что долг патриота Это защищать родину От своего правительства Веду патриотическую речь Сейчас Тоже второй день Подряд обсуждают Владимир Путин Указ же вчера Вечером подписал По поводу Уничтожения продуктов Из стран Которые ввели санкции Против России Ну это как вообще Неужели рядом Нет людей Которые подскажут ему Что это Ну несколько странный шаг Нет людей Там точно нет рядом Не бояться Нет уже никого Кто может сказать Ты голый старый дурак Как министру Уничтожения Вы гений Успели истощить русскую цивилизацию Которые подсказки Все активную историю Девушки из Курска Которые подсказки Курска в моем магазине Это пощечина Национальному самосознанию Да Ну просто пощечина А мы не можем уже Прокормить себя Значит есть цивилизация Какая-то С какими-то традициями Да За хлеб и сало Возят нам Да Традиции А есть реальность Есть чиновники Которые все это высосали И сожрали И человек Который хочет Прокормить свою собственную страну Семью Себя сделать богаче Продать что-то Да Он на первом шаге Утыкается в чиновника Который говорит Дай Позолоти ручку Да И так далее И съедает Этого фермера Чиновник Вот это к вопросу О разнице между страной Цивилизацией И государством Пока с этим государством Мы что-нибудь не сделаем Это просто вот Не отковыряем Эти струпья Не расковыряем И что-нибудь новое Не начнет расти Ничего хорошего Конечно не будет Ну это возвращает нас К вопросу А что ж такого Мы можем сделать Чтобы при этом Остаться в рамках Уголовного кодекса Ну вот Навальный С Парнасом И Касьянов И дай им себе Бог здоровья Идут на выборы Кто-то голодает Кто-то сидит в СИЗО Я щебечу тут Раз в неделю Кто-то пишет Кто-то Фермер пытается Пахать Да И выращивать чего-то Каждый занимается Своим делом Вопрос только в том Что Кроме этого Кроме нашего долга Профессионального Врачебного Учительского Писательского Фермерского Есть еще Некоторый гражданский долг Вот иногда Я уже рассказывал об этом Однажды я это застал Когда баски Террористы взорвали Убили молодого судью Испанского А я был в Испании В этот момент Так получилось И как я видел Как вся Испания Вышла на улицу Я видел как Мирный народ Не самый работящий Там Не трудоволики Любящий посидеть Выпить Отдохнуть Вдруг Мгновенно Щелчком Каким-то Превращается в народ И бар закрывается И хозяин бара Выходит вместе с барменом И уборщицей Они выходят на улицу Чтобы принять участие Они становятся Испанцами в этот момент Они понимают Почему-то Испанцы У которых был И генералиссимус Все как у нас И гражданская война И отсталая страна И так далее Почему-то понимают Что иногда Надо переставать Быть уборщицей И владельцем Бара А становиться Испанцами Вот у Казьмы Пруткова Было стихотворение Желание быть испанцем Вот появляется Желание быть испанцем В этот момент Это работа Это работа Которую мы Обязаны делать Мы этой работы Мы не делаем Мы даже Не знаем Что ее надо делать Мы не подозреваем В большинстве Навальный Вот говорил об этом Вчера кажется У тебя Об этой работе Которую надо делать То есть без этой работы Желание быть россиянином Ни у кого не возник Нет Ну Россия Без всяких рефлексий Ну конечно Ну же живут как-то И при санкциях В Липецке будет расти картошка Да Как-то проживем Холодильник соберем Автомат Калашникова есть Все Предметы первого потребления Под рукой Да Вопрос в том Что мы себя выбрасываем Конечно С главного исторического С пути На второстепенную дорогу Очевидно Вот так сказать Мы себя выбрасываем А был шанс Очень неплохой 20 лет назад Может быть будет еще А может и не будет Это сколько будем чухаться Сколько будет идти сигнал до головы Спасибо большое Это было особое мнение Виктора Шендеровича И ФР До свидания